Всем доброго времени суток! И сейчас мы с вами поговорим о таком персонаже, как мастер парного клинка, точнее второй его ротации клинки цветения. Как вы можете заметить, здесь иконок намного меньше, нежели чем в клинках бесконечность. Если мы перейдем к клинке бесконечность, то здесь иконок намного больше. Как по мне, клинки цветения более простая ротация, нежели чем клинки бесконечность. Я за нее не играю, но давайте вместе с вами разберемся, что же она из себя представляет. И начнем, пожалуйста, с таких скиллов, как двойка, это приближение к врагу с уроном, тройка, опрокидывание. При использовании Z приближение к врагу с оглушением и дает возможность использовать такую комбинацию, как подброс и нанесение урона на С. X, наш блинк скилл, он нам дает сопротивление урона и негативным эффектом. Ну и смотрится он довольно-таки красиво. E, прыжок от врага. Q, перемещение за спину. Ну и двойная S, прыжок назад, как у большинства. При использовании единички, это у нас блок, но и подсвечивается такая комбинация на клавишу Z. Для чего она нужна? Если мы используем блок и используем клавишу X, мы увеличим уязвимость цели на, скажем так, 50%. Но эта уязвимость нам дает нанесение урона на 15% больше. Как по мне, очень полезная вещь. Как в ПВЕ, так и в ПВП. На G у нас наша ульта. Смотрится она так же, как и у Клинкова Бесконечности. В принципе, ничего не поменялся. Теперь мы перейдем к самым нашим вкусным скиллам. Левая кнопка мыши у нас регенит C. Правая кнопка мыши тратит C. Но при использовании правой кнопки мыши мы можем использовать клавишу F. Цветочный вихрь. Для чего он нам нужен? Цветочный вихрь нам заряжает наши лепестки. Всего мы можем их собрать 5. Для чего нужны лепестки? Лепесток тратит у нас такая клавиша, как C и 4. Она тратит у нас по одному лепестку. Для чего это нужно? При использовании комбинации C, F4 или 4, F, C в разной последовательности мы будем получать такие эффекты, как Сила Неба, либо Сила Земли. Если мы используем такую комбинацию, как C, F4, мы с вами сможем использовать эффект Сила Неба. Что он нам дает? Сила Неба увеличивает скорость и количество атак нашей F-ки, цветочного вихря. Ну а если мы же с вами будем использовать такую комбинацию, как 4, F, C, она нам даст возможность спамить скиллами без траты Ци. Наша Сила Земли. Скажем так, ну использование без траты Ци вполне тоже таки все-таки прикольно, но я не особо уверен, для чего она у нас используется. Если мы с вами наберем 3 лепестка, у нас появится возможность использовать такого скилла на там, как Цветение. Мы на время получаем, скажем так, хороший эффект, как Цветение. Он наносит урон, но и появляется шкала времени эффекта. При использовании Цветения мы можем использовать клавишу V, которая тоже у нас наносит хороший урон. Скажем так, один из основных наших скиллов. После того, как у нас нет лепестков, нет Цветения, мы не можем использовать клавишу V, у нас есть изначальный скилл на ТАП, который сразу нам заряжает 5 наших лепестков. При его использовании у нас зарядилось 5 наших лепестков, и мы можем использовать CF4 при конкретном эффекте, на F-ку можем использовать Цветение, у нас загорится V-ка. В общем, комбинируйте скиллы так, как вам будет нравиться. Ну а теперь мы перейдем к особенностям данного персонажа. И начнем мы, пожалуй, с самого начала. Яркий аромат усиливает наш правую кнопку мыши и F-ку. Как по мне, я бы использовал ее в PvE. Четкий ритм усиливает время действия эффекта силы неба и силы земли. Ну, полезность ее не знаю, но как по мне, я бы ее вообще не использовал. Мягкие лепестки я больше бы использовал для PvP, так как он нам сокращает время перезарядки нашего Цветения. Вот это, думаю, больше подойдет для PvE, для PvP яркий аромат. Перейдем к второй строке. Танец Цветения. Это наша Х, которую мы использовали его до этого. Также сопротивление урона негативным эффектом. Цветочный барьер. Просто создает барьер вокруг нас, увеличивает наша живучесть, сопротивление урона негативным эффектом. Но как по мне, можно использовать также в PvP ее. Танец Цветения больше использовать в PvE. Опять Призрачный Танец. Тоже нам дает сопротивление урона негативным эффектом. Опять перемещается к врагу, наносит серию ударов. И опять же имеет сопротивление урона негативным эффектом. Призрачный Танец я бы, наверное, тоже все-таки использовал для PvP. Так, тогда остановимся на этом Для ПВЕ танец цветения, ПВП цветочный барьер и призрачный танец Будете выбирать между тем, что вам нравится Третья строка, неуловимость, усиливает нашу, опять, Ешку, Кьюшку и ССку В принципе, перемещение не особо полезно у нас с ПВЕ, можно использовать для ПВП Удачное время Дает нам скилл отбивания, отбивает атаки врага в течение 1 секунды Но, думаю, можно использовать для ПВП, нежели чем ПВЕ Закон природы Он нам дает такой эффект, что при использовании Вэшки мы тратим все лепестки и сбрасываем эффект цветения Но, как по мне, не очень хороший скилл, как для ПВЕ Но, в принципе, думаю, можно попробовать его использовать для ПВП Для ПВП я бы выбрал закон природы, либо неуловимость А для ПВЕ можно, в принципе, оставить тоже неуловимость Перейдем к четвертой Лунные цветы Лунный цветок, наша Вэшка, он, в принципе, остается таким, какой он сейчас есть Который мы его использовали при эффекте цветения Но, как по мне, можно, конечно, попробовать оставить лунные цветы для ПВЕ Но, если выбирать конкретно, чтобы лучше, я бы выбрал буйное цветение Он, конечно, не наносит урон в три раза, но его можно использовать до трех раз Как по мне, буйное цветение намного полезнее, нежели чем лунные цветы Корни иллюзии Ну, опять же, я не знаю Отталкивает врагов и опрокидывает Я бы использовал это больше для ПВП, нежели чем ПВЕ Так что определяемся ПВЕ у нас буйное цветение ПВП Корни иллюзии Тогда оставляем для ПВЕ пока вот так вот Ну и переходим к последней Аромат цветов, сила духов Что усиливает прием аромат цветов Ну, как по мне, очень даже неплохо, если он усиливает Перейдем во второй у нас Что он нам добавляет Опять использование времени Во время действия эффектором получаем урон 15% Зачит открыт атак плюс 50% Можно использовать для ПВП, нежели чем ПВЕ А что же нам дает эхо аромата Усиливает прием опять аромат цветов И усиливает наш удар цветения Опять цветочный вихрь Но, как по мне, это тоже можно использовать как в ПВЕ Тогда определяемся, что для ПВЕ мы будем брать Либо сила духа Либо эхо аромата Для ПВП Аромат цветов защита Ну, пусть мы определимся, что аромат цветов Сила духа Мы конкретно усилим немножко наш Прием на цветение Ну, хотя можно, в принципе, попробовать и усилить наш прием на эхо аромата Давайте оставим вот так вот Я думаю, все-таки будет немножко полезно Когда мы усилим те же наши атаки на Эвку Опять же, усилим наш правую кнопку мыши Все-таки усилим наше цветение Давайте для ПВЕ оставим конкретно вот такое вот расположение Как по мне, это будет более-менее очень хорошее Для ПВП же Я бы, в принципе, использовал, наверное, все-таки Вот такую бы вот ротацию Конкретно я бы такую использовал для ПВП Если уж я что-то где-то ошибся И вы играете конкретно за Клинки цветения И у вас какие-то другие взгляды на этот счет Я думаю, мне будет полезно это посмотреть Увидеть, в принципе, можете прислать Какие у вас конкретно расположения в особенностях И почему вы это выбрали Мне очень интересно будет узнать ваше мнение А так, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok